Доброе, добрейшее, веселейшее, прекраснейшее утро. Начинаем мы новую неделю, новую главу, глава ИТРО, называется эта глава. ИТРО, первый день. И мы, значит, продолжаем изучать Тору. Продолжаем изучать Тору. Как всегда, советую очень перейти на Телеграм и в Телеграме больше слушать, потому что Телеграм – это саморазвивающаяся сейчас система. Поэтому советую перейти на Телеграм. Все. А мы продолжаем изучать Тору, которой уже 3334 года. И в этой недельной главе ИТРО как раз будет дарование Торы. Дарование Торы как раз это ключевой момент, ради чего вообще был исход из Едипта и ключевой момент в мироздании, вообще в истории мироздания. Дарование Торы. И в главе ИТРО, если мы посмотрим даже на название главы ИТРО, ИТРО – это было имя тестя Мошерабену, тестя Моисея. И ИТРО – это те же буквы, как Тора, только есть, вот вы уже знаете, да, Ют-буква – это 10 числового значения. Эй-буква – это 5. И в слове ИТРО, ИТРО, есть буква ТРО и Ют вместо Эй, да, 10 вместо 5. Вот в Торе должно быть написано Тора, в конце должно быть Эй-буква. А теперь, ну, если мы посмотрим в слове, помните, как звали бабушку царя Давида, от которой пойдет Мошех? Ее звали РУТ. РУТ – это те же все буквы, только нет там ни Эй-буквы, ни Ют-буквы. Получается, что если сложить РУТ и ИТРО, то вместе получится Тора, да. И это очень интересно, потому что ИТРО – это был первый, кто он принял Тору. Он был тесть Мошерабен, он был медианитянин из Медиана. Он был медианский священник, который был главный в то время в мире священник, который вот все это поклонство мира он знал. И вот эта вот глава, в этом есть очень интересный такой, да, смысл, намек, как именно глава, названная его именем, глава в Торе, и именно дарование Тора будет в главе ИТРО. Много об этом говорят комментаторы, устно Тора, почему это так происходит. Хорошо, ну мы давайте обратимся к первоисточнику. Нам главное, что мы читаем и смотрим простой смысл, простой комментарий. Первый раз нужно пройти всю Тору в вот просто текст плюс простой комментарий. Дальше есть, как вы знаете, четыре уровня понимания Торы. Каждое слово, каждый отрывок, они на что-то намекают. И когда у тебя есть весь пазл, да, сложено полностью у тебя Тора, простой ее смысл, тогда ты понимаешь, как одно место соединяется с другим. Просто у тебя открывается совершенно по-новому. Вот у меня сейчас, например, сын увлекся фотографией. Я ему говорю, прочти 10 биографий топ-фотографов мира. Он говорит, зачем? Я говорю, за тем, чтобы у тебя был пазл, чтобы у тебя была информация. То есть ты пока не ориентируешься в этом мире фотографии. У тебя есть только фотоаппарат, картинка и все. Но когда ты увидишь, почему эти 10 человек стали лучшими в своей профессии, когда ты увидишь их фотографии, когда ты узнаешь их жизненный путь, у тебя просто появится информационный пазл новый. И ты сможешь лучше ориентироваться и сложить свой путь. Точно так же, когда мы изучаем Тору, вначале мы изучаем простой смысл. И совершенно простые объяснения, это называется Пшат, простой смысл. Что написано и что это значит. Как только мы прошли весь путь, 5 книг, да, 5 книжек Моисея, прошли мы всю Тору, то нам на втором цикле, на следующий год, уже откроется, что с чем связано Ремес, да, намек. Это второй смысл. Третий смысл называется Драш. Его знают только те, кто прошли Устную Тору, Талмуд, Мишна. То есть они знают всю Устную Тору, и им тогда открывается шифр, который там спрятан. Причем открывается не самостоятельно. Там есть, мы изучаем мудрецов, которые, зная эти законы расшифровки, они могли вытаскивать, расшифровывать то, что там скрыто. А четвертый уровень называется Сот, Тайна. И тут очень интересно, этот смысл Сот, Тайна, да, Каббала то, что называется. Как он передается? Человек, который учит Тору и искренне стремится ко Всевышнему, ему начинают открываться какие-то вещи. И он должен, это я рассказываю классика, не то, как сейчас обучают Каббале, и то, чему сейчас обучают, это, скорее всего, вообще не Каббала. Потому что по-настоящему, те, кто учит Каббалу, это могли учить мужчины после 40 лет, которые знали всю устную Тору. Вообще всю Тору они до этого знали. И тогда им начинает открываться тайный смысл. И они тогда приходят к учителю, который получил от своего учителя, который получил от своего учителя знания. И они ему рассказывают, что им открылось, а учитель или подтверждает, или не подтверждает. Бывает, учитель говорит, точно, вот именно так, когда-то мне открылось, и учитель, который получал от учителя подтверждение, от учителя и так до Моисея, он подтвердил, что так оно есть, так оно там работает в духовном мире. А бывает, что ученик приходит и говорит, мне открылась, значит, вот такая мне там открылась идея. А учитель ему говорит, что-то не туда ты зашел, что-то такое, что-то не то тебе открылось вообще. Знаете, есть такие комментаторы, что просто лучше бы не комментировали. Есть известная история, когда один человек, он умирал, и он своим сыновьям завещал, чтобы у него были тетрадочки, где он писал свои открытия авторий, хедушим, инсайты свои, да. И он им говорит, вы знаете, это такие мне тайны открылись, значит, похороните со мной вместе эти знания, чтобы люди не могут до сих пор это знать. Ну, сыновья думают, а вдруг там действительно какие-то тайны. Пошли они к Равину, это было, по-моему, Рава Тива Игер, и говорят, вот папа нам, с одной стороны, сказал похоронить то, что ему открылось, а с другой стороны, вдруг там ценные вещи. Что нам делать? Этот Равин им говорит, вы знаете, приносите, мы давайте вместе почитаем, значит, если увидим, что там есть действительно что-то очень ценное для человечества, так мы тогда перепишем и выполним завещание отца, то, что он сказал похоронить. Мы выполним, похороним книжки, которые он писал, а у нас останутся переписанные главные вещи. Но они приносят тетрадочку эту, открывают, там написано, он говорит, вот учу я главу, мы ее уже учили, помните? Сон Якова, лестница в небо, там, где Яков видел лестницу в небо. И говорит, вот, читая эту главу, что написано, ангелы поднимались, ангелы опускались. И открылся мне такой вопрос, очень важный вопрос. Зачем ангелам лестницы, если у ангелов есть крылья? Говорит, вот такой вот вопрос у меня возник. И говорит, и тут же открылся мне ответ на этот вопрос. Это были маленькие ангелы, у них еще не выросли крылья. И этот раввин говорит, вы знаете, ребята, хороните. Говорит, ничего страшного. То есть ему те вещи, которые ему открылись, про маленьких ангелов, у которых еще не выросли крылья. Говорит, ничего страшного, если люди без этого знания уйдут. Ну, как бы, ничего в мире не изменится от его открытий. Хорошо. То есть вот эта кабала, она учится именно так. То есть тот, кто искренне, как в Мишле мы учили в притчах церя Соломона, когда он говорит, если ты будешь искать Тору и знание божественное, мудрость божественную, как люди ищут серебро, если ты будешь стремиться к ним, как люди стремятся к сокровищам, да, ищут сокровища, ас, тогда тавин и ратахшем, тогда ты поймешь трепет перед Богом, и познание всесильного ты найдешь. То есть, если действительно у человека есть стремление, а в чем выражается стремление? Вначале ты учишь простой, вот, алфавит, алиф-бет, потом выучил простой смысл, потом ты этот простой смысл повторяешь. Это все работа, 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 потом, бах, тебе начинает открываться уже намек, потом ты учишь, как мудрецы расшифровывали, учишь, учишь, проходят годы. И только после этого, когда ты работой подтвердил свое стремление познать божественную мудрость, тогда тебе открывается. И вот мы сейчас начинаем глава Итро. И услышал Итро, Коэн Медьян. Кто он был? Он был священник Медьяна. Медьян это была самая страна, где мадия, колдовство, это был кочевой народ, который занимался очень сильной были в колдовстве. А он был над ними Коэн, главный священник он у них был. И он был Хосен Моше, он был тесть Моше, и он услышал, «Этколя шер аса эллоим ли Мошеу ли Исраэль?» Все, что сделал всесильный Моше и народу Израиля, «Ти от си аши», потому что вытащил Бог Израиль из Едипта. Значит, он услышал, говорит нам устная Тора, что он услышал. Он услышал про раступление моря, то, что было крето, Ямсуф море раступилось, и он услышал, значит, про войну Амалека, что Амалек пришел воевать с Израилем. И взял Итро, «Войках Итро Хосен Моше, Этсипора, Эшет Моше». Взял он Ципору, жену Моше, после ее отсылания Ахар Шелухе, говорит нам устная Тора, что когда Моше Рабену получил от Бога задание идти в Египет и выводить еврести народ, идти к фараону, говорить про казни и так далее, то он пошел с женой и с двумя сыновьями. Но когда они подошли уже к встрече, Аарон, его брат, вышел навстречу Моше, он был из колена левитов, и левиты не были в рабстве, из колена священников, то есть египтяне, все древние народы очень уважали всех священников, всех видов. Они очень боялись, то есть они понимали, что миром управляет духовный мир, то есть материальный мир – это отражение духовного мира. И они думали, что в духовном мире есть много разных сил отдельных. И они верили, что вот эти вот маги, колдуны, шаманы, священники разных видов, они имеют связь, каждый со своим каким-то башком и с какой-то силой. И они думали так про себя, что лучше ни с кем не ссориться. И поэтому даже в Египте, когда еврейский народ был в рабстве, колено священников, левитов, которые служили Богу, их не трогали. Египтяне думали так, Бог этот евреев, он один из башков каких-то этих сил, но лучше с ним не связываться тоже на всякий случай. И значит, поэтому Аарон вышел встречать Мошера Бейну. У него была пророчество, у него была такая связь, Бог ему сказал, выходи. Они вышли, встретились, они на горе Сина, где потом было дарование Торы. И Аарон ему говорит Мошера Бейну, ты сейчас идешь на очень опасную миссию, да, то есть выводите евреевский народ из Египта, разговаривать с фараоном все. Зачем ты ведешь с собой жену и детей? Это опасно, это у нас тут вообще, ну, непонятно, что будет, да? Поэтому отправил их домой. И Мошера Бейну, он отправил Цепору, написал ей разводное письмо дед и отправил ее домой к папе к Итро. И, значит, приходит тут Итро. В устной Торе есть спор, непонятно из текста, или пришел Итро до дарования Торы, или это было после дарования Торы. Есть мнение, что до, есть мнение, что после. Значит, ну, разница между этими событиями несколько месяцев, да? То есть, одни говорят, что он пришел к Рошашана Йом-Типуру, который был после дарования Торы. Другие говорят, что он пришел именно вот сейчас, перед дарованием Торы. То есть, был исход из Египта 14-го Несана. 21-го Несана они перешли море. И вот эти все события, Тора была дарована 6-го Сивана. Это 50 дней после выхода из Египта. То есть, они были на 49-й ступени духовной нечистоты. И они все эти дни поднимались на 49-ю ступень духовной чистоты. Но Всевышний их поднимал искусственно. Как бы они стали пророками искусственно. Они не были по их интеллектуальным и человеческим качествам, они не были на высоком уровне. И Всевышний их поднял, чтобы дать им Тору. Но они потом не смогли зайти с Тором в землю Израиля. И он их повернул на 40 лет в пустыню. Значит, и вот есть спор. Или это было до того, как дали Тору, пришел Итро. Или это было после дарования Торы, но до греха Золотого Тельца, который был вот в первый Йом-Кипур. Значит, хорошо. И вот пришел он, и было двое сыновей, которого звали одного Дершом. Как сказал Гер Аити Беретс Нахрия, то есть, Мошер Абейну дал имя первому сыну Гер Шон. Гер это пришелец. И он, это имя, он как бы, что я был пришелец всю свою жизнь в чужой земле. Жил я в чужой земле пришельцем. В Эшема Эхат а имя, не написано имя второго, написано а имя еще одного, Элиэзер, Ти Элэйви, потому что Бог отца моего мне всегда помогал и спас меня от меча фараона. Тоже Устная Тура говорит, почему так странно написано. Имя одного Дершон, имя одного Элиэзер. Это же два было сына. Они говорят так, что Элиэзер родился у Мошер Абейну уже перед тем, как он уходил из Медьяна в Едипет. И в этот момент это было уже после разговора с Богом у куста, горящего куста и Мошер Абейну был уже другой человек. То есть тут мы приходим к важному вопросу. Что значит человек, вот я, например, я сегодня, это я, тот же я, который был 20 лет назад или я сегодня, это другой я. Что назвать я человека, да? И в этот момент есть, например, в психологии такая теория, есть такое понятие self, да, на английском называется, что я человека это даже не статичная какая-то не статичная форма, а я человека это процесс, который в данный момент включен относительно того, с чем человек взаимодействует. То есть есть такое вот определение, что такое я человека. Это процесс, который включается, человек внутри это как набор реакции, качества, воспоминаний и так далее. То есть знаний, убеждений, ценностей, то есть полностью такой, как айсберг, который под водой и человек сам не осознает, кто он. И у него каждый момент времени включается вот эта вот вершина айсберга, которая над водой, которая является ее включением и является сейчас тем я, которая взаимодействует, которая включена. Теперь, но если человек принципиально поменялся, у него изменились убеждения, он, например, принял Тору, он был раньше без Торы, сейчас у него есть Тора, он был без веры в Бога, сейчас у него есть вера в Бога, он был раньше там один, а сейчас он другой, да? Вот этот момент здесь отражен, что Машерабену после того, как он получил от Бога задание, он стал другим, поэтому имя одного Дершон, он был, когда родился Дершон, в одном состоянии, имя второго, но не второго, имя еще одного, Элезер, то есть Элезер у него родился перед выходом из Мегяна в Египет, теперь дальше, воевой Итро, охотен Маше, обанав, и пришел Итро, тесть Маше, и сыновья, и его жена к Муше, в пустыню, в которой они остановились, остановились возле горы Всесильного, то есть, опять же, гора, на которой была дарована Тора, это была та же гора, на которой Бог разговаривал с Муше из горящего куста, но было это до того, как дали Тору, или после, непонятно, потому что они еще там находились после дарования Торы, насколько я помню, почти год, и сказал он Муше, я, твой тесть, Итро, пришел к тебе, и твоя жена, и сыновья вместе с ней, это он послал посланцев в стан, чтобы передали это Муше, и вышел Муше навстречу своему тестю, и поклонились они, и поцеловал его, и спросили человек ближнего своего, как дела у тебя, и пришли они в шатры, пришли они в шатры, Вейсапер Муше и рассказал Муше своему тестю все, что сделал Бог фараону, Египту, по поводу Израиля, из-за, одоты, так как по поводу и для Израиля, из-за Израиля, и все события, которые с ними были в пути, и как их спасал Бог все время, здесь все время, я сейчас не буду вдаваться, но все время идет то Бог называется Всесильным, это имя обозначает силы природы, силы мироздания, законы, то Бог называется Юткай Вавкей, четырехбуквенное имя, Творец, Создатель, Создатель этих сил, сам этими силами неограниченный, то есть Творец, тот, кто творческое начало, который может эти силы в любой момент менять. Это принципиальная разница, которую до исхода из Едипта и до дарования Торы не знали народы мира, никто в мире этого не знал, что есть Бог Творец, который который входит в мироздание и который в мироздании может менять все, что он хочет, когда он хочет, как он хочет и вообще непонятно то есть есть известно в Талмуде очень исследование значит когда Мошер Абейну он же знал так как он был пророк самое чистое стекло близок к Богу он хотел понять Всевышнего вот этого Творца Всесильного можно понять то есть все вот эти законы мироздания они в принципе законы их можно понять изучить осознать то есть тут в этом нет особой сложности ну есть сложность потому что духовные законы но это законы это схемы а вот понятно Творца этих схем который Творец который это очень сложно и вот Мошер Абейну который знал всю Тору то есть он был Иш Айлаим он был человек Всесильного то есть он со Всесильным был одно целое он как бы через него он был вот этот вот такой знаете как вот когда показывают фильм когда показывают фильм то раньше показывали фильм была пленка пленка и был вот этот кинопроектор и оттуда идет свет который через пленку он на экране показывает кино и Мошер Абейну он был вот этот вот вот эта пленка он был да через которую этот мир создавался в то время когда был Мошер Абейну то есть Всесильный как бы все что в этом мире было оно шло через Мошер Абейну он он знал Всесильного он знал полностью как Бог управляет миром все законы но вот этот вот Ют Кай Вавкей творец его невозможно постигнуть и понять и Мошер Абейну ему говорит Всесильному он говорит ну все мне понятно одна вещь непонятна почему есть праведник которому хорошо и есть праведник которому плохо он говорит но есть в этой системе одна очень непонятная вещь почему есть праведник которому хорошо и праведник которому плохо и есть злодей которому хорошо и есть злодей которому плохо То есть, один и тот же элемент системы праведник, или один и тот же элемент системы злодей, но есть, которому хорошо, а есть, которому плохо. Объясни мне. И там есть целое исследование, что Бог ему сказал. Но Маша Ромена говорит, если так, тогда тут не совпадает. Если так, тогда здесь не совпадает. То есть, он с точки зрения системы не мог понять, вот одно и то же событие праведник, но бывает хорошо, но бывает плохо. И в итоге, знаете, что Бог сказал? Бог ему сказал так. Он говорит, я Бог, кому хочу, значит, могу дать добро, кому хочу, могу не дать. То есть, я сам не подчиняюсь той системе, которую я создал. Я ее создал, но я Бог, я же создатель. Она такая, потому что я творец. Все, это то, что он ему в итоге ответил. Теперь, значит, Моше рассказал Итро по поводу Бога. А Итро до этого, он знал, он был главный по всему идолопоклонству. То есть, он понимал, как работает каждый элемент системы, и он знал, как снизу, знаете, как хатеры, они, все элементы системы, они могут сломать. Но они не могут сломать главного, тот, кто эту систему создал. И вот эти вот идолопоклонники, они были как хатеры, которые знали, вот этот элемент отвечает за это. Но мы сейчас там подберем к нему какой-то ключик и так далее. Это было идолопоклонство. Но Моше говорит, есть Бог, творец мироздания, он один, един, и он добрый. Несмотря на то, что есть силы, которые мы видим, как силы зла, но это все равно все подчиняется Богу, и все от него исходит. Ваихады Тро альколь атува ашерасады ноли Исраэль. И вот это слово Ваихад, оно с одной стороны обозначает радость. Хэдва это радость. Написано, и радовался Итро за все добро, которое сделал Бог, творец Израилю, которого спас он от рук Египта. Да? Но есть еще одно объяснение. Ваихад говорит у Снатора, что у него стало, хат это еще как разрезанное на полосочке, да? Что ему это стало, очень ему стало от этого, с одной стороны радостно, но с другой стороны плохо. Почему? Он всю жизнь к этому стремился. Он стремился познать Бога. Он, когда в какой-то момент он понял, что есть единый Бог, он сказал, я больше не буду служить идолам. Но он не так сказал, что я больше не буду. Он сказал, что я, значит, должен подумать. Я сейчас покаместь, у меня такое время, знаете, как академический отпуск. Когда Маширабену пришел в Медьян, то Итро отлучили полностью от общины, от всех должностей. С ним никто не хотел общаться, потому что его дочери после Скотт, он был как бы отдельно. Он сказал, я ухожу, мне надо подумать, он сказал. Он не сказал, что я не буду служить идолам, он просто отошел от этого. У него был такой период. И когда Маширабену пришел тогда в Медьян, помните, как Цепора вышла за него замуж? У Итро во дворе стоял этот сапфировый посох, который был от Адама решено. И он был вопнут землю, никто не мог его вытащить. И Итро когда-то сказал, что тот, кто сможет вытащить этот посох, я за него отдам свою дочку. И когда Маширабену пришел к нему домой, он взял за этот посох и легко вытащил его из земли. То есть это был посох для него. И тогда Итро выдал свою дочку за него в жены, за Маширабену. Значит дальше. И сказал Итро, когда все это услышал. Баруха Шем, благословен Бог, Бог это Творец, который Ицилетхем, который спас вас от рук Египта и от рук фараона, который спас народ от Рути Египта. Значит здесь, опять же, слово Мицраем. Мицраем это слово теснина, да. То есть Египет был местом, в котором на тот момент они полностью владели всей магией и силами зла. Фараон был самый большой маг мира, который владел всеми темными силами, силами зла и так далее. Эти же пирамиды, они же не просто появились. И то, что смог еврейский народ выйти из Египта и то, что Всевышний он вывел и так далее, дальше он пишет. Смотрите, интересно. Он говорит, Тетрог. Вот теперь я знаю, что выше Бог всех, всех, Эллуим всех сил, да. Всех сил. Что Бог, вот этот Ют Кей Вав Кей, четырехбуквенное имя, Творец Мироздания. Он выше всего этого. Если вы помните, фараон, он хотел утопить, он топил всех мальчиков, потому что он знал, что спаситель Машех, да, он придет. Вот, как же это было, почему топили всех детей, потому что он знал, что он должен погибнуть от воды. И они топили детей, чтобы его утопить. При этом они знали, что Бог не сделает им зла потопом. Потому что, помните, Бог, когда был потоп с Ноахом, Бог сказал, больше не будет потопа на земле. То есть, они знали, что Бог выключил вот этот вот момент, который за потоп будет потоп, да. Вот этот вот закон, за потоп не будет потопа. Они топили. А Итро говорит, теперь я вижу, что Бог, он все это перемешал. Они топили, зная, что их не будут топить. Они хотели уничтожить. Ну, то есть, он говорит, я теперь понял, что есть тот, кто всем управляет, и который, действительно, он управляет все силы принадлежать ему в этом мироздании. И взял Итро Хосен Маше, тесть Маше, жертвы всесожжения, и начал их приносить жертву всесильному. И пришел Аарон, и все старейшины Израиля, кушать вместе с ним хлеб, вместе с тестем Маше перед всесильным. Сегодняшний отрывок заканчивается. Итро был первый, кто принял веру в единого Бога. Он принял иудаизм, то есть, он был Дер. Дер – это тот, кто принимает иудаизм. Интересно, что от него пошла отдельная религия. И друзы, которые есть сейчас народ такой, друзы, у них очень интересная религия. Они потомки, и они как раз главный их пророк – это Итро. И друзы существуют до сегодня, можете прямо в Витипедии про них почитать. Это народ, который верит в Единобожие, но у них самая тайная религия всех. Кто узнает из посторонних религий друзов, его убивают. И если друз рассказывает кому-то про их религию, его тоже убивают, свои же друзы. То есть, у них очень какая-то тайная религия, реально никто не знает. Но что интересно про друзов, их 6 миллионов, они женятся только на друзах. То есть, у них невозможно стать друзом, ты не можешь стать друзом. Нельзя не принять ничего, у них нет смешанных браков. И они вот такие вот потомки Итро. То есть, очень интересно, мне в свое время было интересно, но невозможно узнать. Причем, друзы такой народ интересный, что они лояльны тому государству, в котором они живут. В Израиле, например, друзы служат в израильской армии, в Сирии в сирийской, в Ливане в ливанской. Они самые смелые воины, потому что они настолько верят в бессмертие души, что они вообще не боятся умирать. То есть, они считаются, ну, одни из лучших воинов в мире, потому что у них совершенно нет страха смерти вообще. Это вот такой вот народ потомки Итро. Хорошо, дорогие друзья, всем удачи и успехов, чтобы наш урок был за окончание войны. Я еще раз повторю, что я за то, чтобы война эта остановила, чтобы Россия вышла с территории Украины полностью. Российские войска вот меня спрашивают, мою позицию, я еще раз говорю. Я за то, чтобы война закончилась. Есть граница страны, есть это отдельные страны. Россия отдельная страна, Украина отдельная страна, Израиль отдельная страна. Все страны имеют свои границы, признанные в международном сообществе. И, значит, не надо нападать ни на кого. Все вопросы можно решить миром. И чтобы люди, которые сейчас умирают, они очень все не хотят умирать. И это совершенно ужасно, что приходится молодым, здоровым людям умирать за то, что в итоге все равно закончится миром. Все равно война закончится миром. Все войны заканчивались в итоге миром. Поэтому, ну, очень жалко, что вот сейчас людям приходится умирать. И давайте помолимся, чтобы те, кто эти войны начинают, чтобы они или исчезли, или, значит, раскаялись. Одно из двух. Все, дорогие друзья, всем удачи, успехов. Чтобы Всевышний услышал ваши молитвы. Чтобы Всевышний дал каждому из нас то, что нам нужно для духовного роста. И я не знаю, когда придет Машиах, останутся ли границы, не знаю. Я знаю, что будет, мне кажется, что будет новый мир, в котором людей будет интересовать больше духовность, добро. И люди не будут гнаться, ну, точно не будет вот этого вот желания забрать чужое. А если бы не было желания забрать чужое, то каждый бы занимался бы своим и не гнался бы за избытками. Всем бы хватало бы, была бы прекрасная жизнь, люди бы... Ну, то есть, реально, можно же жить очень хорошо, не вообще зарабатывая себе на хлеб, не волнуясь. Представьте, вот какая жизнь была бы. Если человек не волнуется за завтрашний день, даст Бог день, даст Бог пищу. То есть, если человек зарабатывает себе каждый день на то, чтобы у него была еда, у него есть где жить. И он живет, радуется, кайфует не от того, чтобы накапливать какие-то там золотые унитазы. А он вышел и деревом любуется, цветочек, горы, пошел, позанимался спортом. Дети у него, жена любимая, он жену любимую любит, жена его любит, дети довольны. Это же все возможно, есть у человечества на это все ресурсы. То есть, если бы не было вот этого стремления козлу забрать у других, там, сверх накопить, кого-то обидеть, оскорбить. Представьте, какая жизнь была бы. Мне кажется, что во время Машеха вот именно такая жизнь не будет. У людей исчезнет стремление козлу, у людей исчезнет стремление делать зло друг другу. И все, и тогда будет мир на земле, вообще будет полный кайф. Все, удачи, успехов. Всем хорошего дня и хорошей недели.